Социальные выплаты в размере 42 500 тенге начали выплачивать казахстанцам. Уже более 300 человек получили поддержку от государства. Это жители Алматы и Нурсултана. От жителей Алматинской области тоже поступают заявления. Сейчас на рассмотрении находится 16 обращений. Кто может претендовать на госпомощь и как ее получить, попытался разобраться мой коллега Анвара Мангельдинов. Граждане Казахстана, потерявшие доходы в период чрезвычайного положения в связи с вынужденным отпуском без оплаты труда, получат выплаты из Государственного фонда социального страхования. Однако для получения средств в размере 42 500 тенге есть несколько критериев. Для получения выплаты необходимо, чтобы заработника делали отчисления ГФСС не менее трех месяцев за последние 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения. Социальная выплата распространяется только на работников среднего, малого и микробизнеса. Для назначения новой соцвыплаты работодателям необходимо обратиться в местные органы по вопросам занятости с документами, подтверждающими потерю дохода их работниками в связи с ограничением деятельности в период чрезвычайного положения. Речь идет о списке работников и выписке из приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. На основании заявок работодатели районный штаб по вопросам занятости населения принимает решение об оказании социальной поддержки работодателю. Оформить процедуру социального пособия можно и в более упрощенном варианте, сидя дома. Для этого работодателю достаточно подать заявление на сайт электронного правительства. Заполняются данные индивидуального предпринимателя. Также к нему предлагается список лиц, которые потеряли работу. В данном списке в обязательном порядке они должны указать свои банковские счета и личные данные получателей. Данный документ поступает в орган по вопросам занятости, то есть в отдел занятости по городу Талдыкурган. В течение одного рабочего дня данное заявление направляется в штаб по вопросам занятости по городу Талдыкурган. Однако стоит отметить, что для оформления заявления онлайн гражданину необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Если же ЭЦП отсутствует, нет необходимости бежать в ЦОН или иные органы. Создать электронно-цифровую подпись можно, сидя у личного компьютера или ноутбука. Получение электронной цифровой подписи осуществляется на портале ЕГОВ. Для этого необходимо иметь веб-камеру. Вы по видеосвязи разговариваете с консультантом. Он разъясняет, что вам нужно и полностью помогает открыть ЭЦП онлайн. Получить помощь от государства смогут и те, кто в период ЧП был официально уволен. Такие граждане смогут получать социальные выплаты от одного до шести месяцев. Выплата будет осуществляться за счет средств госфонда в размере 40% от потерянного дохода. Для этого уволенному работнику достаточно подать в Центр занятости населения одно заявление на регистрацию в качестве безработного и назначение социальной выплаты по потере работы. Выплата будет осуществляться автоматически. В настоящее время в Алматинской области от шести работодателей подано 16 заявлений на получение социальных выплат. На данный момент запросы находятся на рассмотрении. Ануар Амангельдинов, Нуржан Муканов, телеканал ЖИТСУ.